Здравствуйте! С вами программа «Слово науки». И сегодня мы отправились в Институт физики и микроструктуры Российской Академии Наук, чтобы пообщаться с заведующим лабораторией физики и технологий многослойных структур Владимиром Полковниковым. Здравствуйте, Владимир! Здравствуйте! И, насколько я знаю, ваша лаборатория занимается рентгеновской оптикой. Рентгеновское излучение – то, с чем многие люди уже знакомы, хотя бы потому, что все мы ходили на флюорографию, кто-то делал рентген при каких-то травмах. Но вот вы как специалист, как человек, который много лет уже, видимо, занимается рентгеновской оптикой, наверное, что-то можете рассказать о рентгене такого, чего обычный человек не знает. Да, рентгеновское излучение знакомо всем, но не все понимают и подозревают, что это то же самое электромагнитное излучение, которое окружает нас в обычной жизни. Видимый свет, инфракрасное излучение, ультрафиолет, радиоволны – все это такое же точное электромагнитное излучение, как и рентгеновское, подчиняется тем же самым законам физики, математики, работает все, описывается точно так же. Ну, правда, может возникнуть вопрос, зачем понадобилось выделять из общего этого класса электромагнитного излучения именно рентген? Ну, ответ в его длине волны. Уникальность рентгеновского излучения заключается как раз в том, что его длина волны, ну, или длинный волн, набор, потому что это все-таки набор длин волн, диапазон целый, диапазон длин волн, он сравним с размерами атома или межатомными расстояниями. И в этом принципиальная уникальность его взаимодействия с веществом. То есть с помощью рентгеновского излучения можно изучать строение атома? Да, можно и так сказать. Главным образом. Какие еще есть интересные приложения у рентгеновских аппаратов? Наиболее интересная для нас задача — это изучение физики Солнца. Атмосфера, корона Солнца нагрета до миллионов градусов. Наша земная атмосфера глушит это излучение. И, кстати говоря, вот здесь кроется еще ответ на вопрос, надо ли бояться рентгеновского излучения. Надо учитывать именно специфику. Длина волны рентгеновского излучения нас как раз и выручает. Она сравнима с размерами вещества, и поэтому она очень легко поглощается любым веществом. То есть рентген, надо запомнить, рентген не распространяется в воздухе. Но все-таки возвращаясь к задаче изучения Солнца. То есть вы говорите, что с поверхности Земли Солнца в рентгене не видно, да? А его хотелось бы увидеть, чтобы изучать атмосферу Солнца, вот это вот огромное, так сказать, облако вокруг него. Дело в том, что вот именно для изучения Солнца сейчас на орбите, вот в настоящий момент, работает сразу несколько орбитальных станций, обсерваторий, телескопов, включающих в себя по нескольку телескопов. И каждый телескоп настроен на определенную длину волны, именно рентгеновского диапазона. В каждой длине волны они смотрят за Солнцем, наблюдают за динамикой плазмы, делают какие-то выводы. На самом деле можно задать вопрос, а зачем нам вообще изучать Солнце, кроме того, что это просто интересно. Но на самом деле Солнце — это бесплатный термоядерный реактор, находящийся у нас под боком. Можно изучить, как природа устроила термоядерный реактор, с тем, чтобы как-то распространить этот опыт на наши земные эксперименты. Второе — именно эта солнечная атмосфера порождает солнечный ветер, который долетает до нашей Земли, вызывая магнитные бури. Наш институт уже принимал участие в нескольких таких космических экспериментах. Первый, кстати, самый первый в мире космический эксперимент был сделан в Советском Союзе в 87-88 год, при участии тогда еще не нашего института, потому что он был создан в 1993 году. Но ученых и той группы Николая Николаевича Салащенко, которая работала в Институте прикладной физики на тот момент, и тогда был запущен нами первый солнечный телескоп. С тех пор мы запустили еще три телескопа. Последний был запущен в 2009 году. И сейчас в настоящее время Роскосмос ведет разработку сразу трех российских проектов, в которых мы принимаем самое активное участие. Создаем для них, прежде всего, создаем для них именно рентгеновскую оптику. В вашей лаборатории вы работаете над зеркалами и фильтрами. Да, мы пошли другим путем. Решили применить другие законы оптики. То есть использовать не преломляющую оптику, а отражающую. Это и в обычном видимом свете широко распространено. У всех дома зеркала висят на стене, которые отражают наше изображение. Вот там, наверное, с коэффициентом отражения 90-95%. То есть мы прекрасно себя видим. Есть небольшая сложность с рентгеновскими зеркалами. Рентгеновскому излучению не приходится и мечтать о высоких процентах, сравнимых с процентами отражения видимого света. Там десятки, под сотню процентов. То есть в оптике мы, в принципе, можем отразить 100%. А в рентгене каких цифр можем достичь? В рентгене можно мечтать в лучшем случае о долях процента, о десятых долях процента при отражении. Здесь-то и пришлось создать как раз многослойную зеркальную рентгеновскую оптику. А вот в чем секрет многослойной оптики? Почему она так хорошо отражает рентгеновское излучение? Секрет очень простой. Именно в слове «многослойный». Если мы имеем от одной поверхности отражение долю процента, то если тут дальше можно нанести последовательно тончайшие слои, сравнимые с длиной волны рентгена, слои каких-то материалов, под каждую длину волны рентгеновского излучения подбираются свои материалы, то на каждой границе можно получить отражение долей процента. И если правильно сложить отраженные лучи от каждой границы, а границ может быть сотни в одном зеркале, то сотни умножаем на доли процента, получаем вполне разумные десятки процентов. Ну, на сегодняшний день рекорды в мягком рентгене достигают 70%. То есть это уже очень хорошо, даже сравнимо с оптической, с видимым светом, с оптической длиной волны. Но я так понимаю, что это довольно сложная технология, потому что вам же надо нанести очень тонкие слои на довольно большую площадь, чтобы получить действительно хорошее зеркало. Зеркала, на самом деле, они не только достаточно большие, они могут быть и очень маленькие. То есть это зеркала по площади, по поверхности могут быть от миллиметров до полуметра такого размаха. И действительно на их поверхность наносится вот эта последовательность, этот стек, эта стопка слоев из сотен слоев. С воспроизводимостью, конечно, лучше, чем десятые доли ангстрема. А ангстрем – это размер атома. Тогда, может, вы немного расскажете о том, как происходит процесс создания зеркала, как устроены вот эти прекрасные машины. Ну да, эти машины прекрасны уже, хотя бы потому, что мы сделали их сами. Купить такое оборудование можно, но оно будет слишком универсально. А для наших тонких задач нам нужно именно специализированное оборудование. Поэтому нам приходится и разрабатывать его самим, и собирать, и потом вот работать, создавать на нем наши многослойные зеркала. Ну, там все происходит в вакууме. В этой установке магнетронного напыления загорается плазма. Плазма распыляет наше вещество. И это вещество летит вверх, садится на зеркало послойно. Этот стек слоев превращается в зеркало, которое отражает десятки процентов. Ну, вот на этих установках магнетронного напыления и происходит в итоге создание вот этих наших многослойных зеркал. Вот один пример такого типичного зеркала для телескопа, для Солнечной обсерватории. Ну, вот если мы посмотрим на это зеркало, мы видим, что на самом деле сам зеркальный слой, он очень тонкий, да? Но он наносится вот на эту массивную болванку, которую называют подложкой, да? И понятно, что важно и качество этой подложки, качество ее поверхности, потому что, ну, вроде, если подложка плохая, то сложно ожидать, что зеркало будет хорошим. Вот где вы их берете? Вы их сами производите или вам их кто-то делает? И как достигается такая высокая точность ее изготовления? Нам пришлось научиться делать и подложки. Действительно, к ним предъявляются особые требования. И шероховатость их поверхности, буквально в прямом человеческом понимании слова «шероховатость». Это должны быть атомарно-гладкие подложки, то есть атомы не должны выскакивать вверх-вниз. И их форма. Ключевое значение имеет еще форма подложек. Чтобы увидеть то же самое Солнце с хорошей детализацией, нужно получить подложку с соответствием формы, рассчитанной, опять же, с точностью до ангстрема. Ангстремы – это, еще раз повторяю, размеры атома. То есть, если мы хотим иметь сферическую подложку, то она должна быть сферой с математической точностью. То есть, с точностью до атома и вот по всей поверхности подложки. А для чего нужна такая точность, ну, скажем, в той же задаче наблюдения Солнца? Как раз можно проиллюстрировать и на примере Солнца. В 1987 году мы еще не умели делать таких точных подложек. Элементы, которые удавалось разглядеть на Солнце с помощью зеркал еще далеко не совершенной формы, имели самый маленький размер – 5000 километров. То есть, можете себе представить, что вот ничто мельче 5000 километров на Солнце мы не видели. Вот, когда начали заниматься формой зеркал, сначала примитивными методами, потом все более и более совершенствуясь, этот размер начал уменьшаться. И вот тот спутник, который мы запустили последним в 2009 году, он уже давал картинки с минимальным размером 1000 километров, 1000 километров, в 5 раз лучше. Но сегодня НАСА американская имеет спутник, который дает картинки с размером 500 километров. То есть, они продвинулись еще дальше. И вот сегодня мы здесь ведем работу над еще большим совершенствованием наших подложек, наших зеркал, с тем, чтобы вот на нашем следующем спутнике деталировка была уже меньше 100 километров. Ну, расчет на 75. То есть, это колоссальное продвижение от 5000 километров, которые имелись 30 лет назад, к 100 километрам, которые, мы надеемся, будут уже в следующем году. Если мы говорим еще о солнце, да и не только о солнце, нельзя забывать, что кроме зеркал у нас есть такие элементы, как фильтры, без которых тоже наша оптика неполноценна. И вот в качестве примера такого фильтра можно показать вот этот элемент. Вот посмотрите, какой он тонкий. Какая тонкая фольга. Вот вы его в руки возьмите, я вам скажу, какой он толщины. Он может легко порваться. Можно дышать? Это то же самое, можно сказать, что это то же самое многослойное наше рентгеновское зеркало, но уже без подложки, просто в свободно висящем положении. Так вот, толщина этой пленочки, она составляет десятую долю микрометра. Ну, чтобы сравнить это тоньше человеческого волоса почти в тысячу раз. Этот фильтр устанавливается на ракету, на спутник и выдерживает запуск ракеты в космос. Вот эта тончайшая пленочка обязана выдержать запуск ракеты. То есть она прямо в развернутом виде там, а не то, что она там сворачивается, а потом разворачивается в космос. Небольшое лукавство, да. Она, конечно, в развернутом виде, но с небольшой поддерживающей сеточкой, конечно. Я слукавил когда. То есть есть фильтры на небольшой... Вот видно здесь такие перпендикулярные полоски. Это поддерживающая сеточка для такого фильтра. Все измерения всех элементов оптики, все испытания оптические, там, на отражение, на пропускание, термические, то есть испытания температурой, виброиспытания, то есть испытания взрывом ракеты, это все лежит на нашей ответственности. Ну, я так понимаю, что вот эти пленочки, они выращиваются точно так же, как зеркала, да? А потом вы их как-то снимаете. Вот интересно, как устроен этот процесс? Как вы отделяете фильтр от подложки? Ну, это великая ноу-ха у нижегородских ученых. На самом деле, хорошие фильтры в мире могут делать совсем мало организаций. Ну вот, в том числе и наша лаборатория. Да, эта пленочка выращивается так же, как обычное зеркало, на массивной подложке, но здесь вся хитрость в том, что перед тем, как наносить на подложку пленочку, на нее наносится другая структура, так называемый жертвенный слой. Потом вся эта конструкция уже после нанесения пленочки опускается, ну, например, в кислоту, где задача жертвенного слоя раствориться, а пленочки нет, всплыть. И задача пленочки выловиться на это колечко. Таким образом, фильтр готов. Конечно, самая ответственная часть операции на вылавливание этой тончайшей пленки, она, конечно, может выдержать запуск ракеты, но вот неаккуратное обращение с собой она выдержать не может. То есть лучше ее не тыкать, лучше даже не дышать. Да, в общем случае ее даже лучше не колебать, потому что даже ее буквально ветер может порвать. Она же тоньше человеческого волоса еще раз, тысячу раз. Понятно. Владимир Владимирович, спасибо большое за интересное интервью. Очень интересными вещами занимаетесь, необычными. На этом все, спасибо за внимание. В следующих программах мы расскажем о других работах нижегородских ученых. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова